Ремонт в ванной комнате потихонечку продолжается и покажу стены оштукатурены в этой ванной комнате. Начну вот с этой стены и расскажу. Показывать я не решил те работы, которые были раньше показаны, они не интересны и не стал показывать. По этой стене слой штукатурки приблизительно 1,5-2 см. А вот здесь мне пришлось долбить стену и здесь тоже нанести тонкий-тонкий слой раствора. Вот по этой стене закончил, но с трудом ее закончил, потому что здесь находились вот эти вот трубы. Пришлось мне отодвигать, но все-таки я работу выполнил, оштукатурил за этими трубами, сгибая их и откручивая вот эту вот трубу оттуда. С этой вот трубы, но откручивал аккуратно, чтобы вот эта труба не сломалась. То есть вот такие пятачки остались, я их потом забросаю и выровняю, потому что уже плоскость стены есть. Закидал, срезал, ну понятно, полу этой стене. Эта стена была неровная только вот в этой стороне и в верхней части, пришлось долбить. Сдолбил, слой штукатурки тоже минимальный, 1,5-2 см. По этой стене, здесь проблем никаких, кроме вот этой вот деревянной перемычки. Она, конечно, выступала сильной, я ее взял и сколол. То есть тут проблем никаких не было. И по этой стене. Эта стена, конечно, была немножко проблемная. Проблемная в чем? Потому что пришлось здесь долбить нишу, труба мешала не двигать, провела. И, оштукатурив, вот в верхней части слой штукатурки где-то приблизительно 6-7 см. Это вот на самом деле. Очень долго сохнет и выступает конденсат. Прямо видно, вот конденсат выступает. И когда она высохнет, не знаю. Но здесь была установлена батарея, и все тепло шло вот таким вот образом. И это все стало белым. А здесь еще серое. Мне надо будет эту батарею, она сейчас в рабочем состоянии, то есть труба горячая, и опять вернуть на место. Вот поставить вот сюда, чтобы здесь просыхало. Потому что на мокрую штукатурку клеить плитку просто нельзя. И даже и думать не надо. На сухую и все. Унитаз как был, так и остался. И немножко мне пришлось долбить пол. Посмотреть, что за стяжка здесь. Поинтересовался я этой стяжкой. То есть, получается, первый слой стяжки. Там плиты нету, скорее всего. Там настил из дерева. И на это дерево была нанесена первая стяжка. Потом на эту стяжку еще один слой стяжки. Вот эта стяжка, она такая, знаете, мягкая. Как будто там очень много песка. Это очень хорошо, она не промерзает. А вот эта стяжка, она просто ужас какая. Вот она отходит. Вот эта стяжка отходит от этой стяжки. И вот сейчас вот пальцами вот здесь вот ощущается. Вот из этих щелей дует холодный воздух. Из-под пола. Это вот на самом деле. И теперь какая вот задача моя по работе в этой ванной комнате. Вот эту трубу надо убрать. То есть, найти вход в подпол. Обошел дом, в подъезда и подпола нет. Думаю, как туда проникнуть? Мне же надо трубу и вот эту канализационную. То есть, нету. Вот эту канализационную трубу надо убрать. Ее перенести вон туда. Вон туда. Не знаю куда, но туда надо перенести. И в подполе нужно ее, конечно, отрезать. И новую трубу в каком-то месте нужно отверстие сделать и вытащить эту трубу на поверхность. Вот так мне нужно. То есть, мне работать в подполе нужно. И счетчик нужно оставить. Здесь счетчика нет. На вводе вот этой трубы в этой ванной комнате. Я думаю, его нужно установить вот сюда. Потому что унитаз перейдет вот сюда. За унитазом просто невозможно будет перекрыть. И не увидите цифры этого счетчика. Просто здесь до того все плотность будет заставлена. Это труба дела. Нишу сделал на 7 сантиметров. Туда вглубь эту стену. Плоскость тенеты сделал. И штукатурил вот таким вот образом. Сейчас я вам покажу. Штукатурил. Это делается просто. И плоскость получается параллельно плоскости. Два самореза. Понятно. Делается упор. И накидывается раствор. И таким вот образом, двигая провила, снимая излишки раствора. Все. Передвинул таким вот образом. Убрал. Вот эти места пока штукатурить не буду. Они так и останутся. Как плитка подойдет ровно, потом закидаю раствор. После того, когда я приклею плитку вот на эту плоскость. Ну, вроде понятно. Вот таким вот образом. Почему я взял вот такой вот размер? Этой нише. Так. Тут я ищу, ищу. Сейчас не могу найти. Сейчас вот так вот стану. Может я найду то, что я ищу. Не нашел. Нашел, нашел. То есть, вот этот радиатор крепится вот за такие вот крючки. То есть, я вот так покажу. Вот так. Вот так. Вот эта труба, вот эта труба должна на каком-то расстоянии от стены. Бой. Понятно. От стены. То есть, беру вот этот размер пальца. Вот этот размер. И откладываю его вот до этого места. Получилось ровно 7 сантиметров. Сейчас я замерю, чтобы было понятно. Ну, приблизительно так. Вот получилось. Даже 7 с половиной, 8. А почему вот такой размер беру? Потому что вот эта клипса, она будет поддерживать вот эту трубу, чтобы она не упала. То есть, она поддерживает эту трубу. Она должна быть прибита на плитку. И вот этот размер, вот он. От отсюда до сюда. И его нужно обязательно учитывать. То есть, вот эта клипса. И вот эта плоскость, это будет приблизительно вот так. Вот так всегда 7 сантиметров. Все, зная, что нужно глубину сделать этой ниши, я и сделаю ее 7 сантиметров. Вроде понятно. Теперь, что такое 7 сантиметров будет там. Это вот эта часть, вот эта часть будет заглублена. И вот эта часть тоже будет там находиться. И часть радиатора, вот так вот, будет видно. Можно сюда локоть, либо ладонь положить. То есть, батарея не целиком себя уйдет. А она будет еще здесь вот находиться. Вот так будет где-то находиться. Вот так. А раньше она была вот таким образом. Это нужно для того, чтобы вот этот унитаз сдвинуть туда и стащить туда. И где я устанавливал счетчик, я не знаю. Потому что здесь будет труба. Здесь будет тоже труба отопления. Счетчик, думаю, установить вот сюда. Где будет установлена раковина. За тумбу. Потому что здесь радиатор. Здесь унитаз с бачком. Там просто и счетчик не посмотреть, и перекрыть просто невозможно. И инструментами туда тоже не подлезть. Здесь будет пенал стоять. Здесь места тоже нет. Здесь уже поддон будет. С этой стороны, вот такой маленький промежуток, здесь стиральная машинка будет. То есть все стены заняты. И куда что-то тянуть, даже не знаю. Думал-думал вчера, сидел, рисовал. Или стиральная машина будет таким вот образом. Потому что тут расстояние будет минимальное, и дверца не откроется. Нужно, чтобы было практично. И вот тут я черточку сделал, потому что вот этот размер 90 поддона, и 60 сантиметров стиральная машина. И останется еще промежуточек. То есть вот так стиральную машину надо и устанавливать. Вот таким вот образом. Чтобы можно было дверцу открыть, и сразу кинуть туда какое-нибудь белье. Чтобы оно было свежее, отстиранное, чистое. Ну вот, рассказал вам про ремонт в ванной комнате. Очень сложно было работать с этой стеной и с этой. Ушло 18 мешков вот этой вот штукатурки. 18 мешков, вы представляете? Вроде бы что. А удивительно, 18 мешков ушло. Дверь пока убирать не буду. Унитаз пока убирать не буду. Радиатор пока и трубу убирать не буду. Сейчас мне нужно залезть в подпол. Сейчас я вам покажу, как я буду залазить в подпол. Ну, для этого, конечно, нужно одеть какую-либо каску. Взять вот эту вот лопату. Сейчас я вам покажу. Лопату. Открыть вот этот люк. Квартира находится на первом этаже. Лёк. Взять фонарик. Вот смотрите, какая работа предстоит. И чтобы показать, перед этим нужно, конечно, настроиться. Взять одну кисть руки и другую. И двигать таким вот образом. Вот таким вот образом. Немножко покрутить. Ну, понятно. Настроиться. Вроде бы всё получилось. Включить фонарик. И посмотреть будущую работу. Вот смотрите. Вот это мне нужно открутить. Вот здесь есть перемычка. И здесь есть вот такой проём. Этот проём. Вот смотрите. И там песок выброшен. Вот с этого, скорее всего, места. Мне этот песок нужно теперь убрать. И пролезти туда. Вот такой вот промежуток маленький. И мне нужно в этот промежуток, как червячок, паучок, или как змея, туда проникнуть. Вон туда. Представляете? Откопав, сделал, не знаю, траншею, что ли, ползком. Доползти до этих труб. Вот этим я сегодня буду и заниматься. Вот такая моя работа сегодня будет. И насколько я застряну, не знаю. Но расскажу ещё про отопление в этой квартире, которое я как-то показывал, что так не так. Когда я сливал воду, а потом опять залил всю систему отопления. И батарея стал там горячей. Это я в видео уже показывал. Но получилось такое. Когда запустил, труба стала здесь у котла горячая, батарея горячая, здесь тоже батарея и в зале тоже горячая. Вечером хозяйка мне звонит и говорит, что дальняя батарея она не греет. и открутив барашек крана на этой батарее, оттуда ни воздух, ни вода не сливается. Я, говорит, боюсь, что замёрзну. И вот мне пришлось вечером приехать и открутив этот барашек с этого крана действительно ни воздух, ни вода. Хотя давление там показывает. Чётко показывает давление, но там ни воздуха, ни воды нет. Не могу понять, в чём причина. Думал, думал,